Микс Ньюс С теми мы периодически возвращаемся, на самом деле, может ли национализм быть хорошим, как бы, может быть, это парадоксально не звучало, давайте попробуем найти какие-то плюсы в этой истории, потому что, как мне кажется, у нас очень часто национализм, патриотизм, всё смешивают в таком, одном котле варят, и получается, чёрт знаешь что, иногда, то есть какая-то агрессивная абсолютно субстанция, кислота, можно так, наверное, её обозначить, которая разъедает всё вокруг. Но вот есть ли что-то хорошее в национализме, то есть в желании человека, не знаю, определённой национальности как-то подчёркивать свои сильные стороны, или всё-таки национализмом это назвать нельзя? Вот на эту тему мы сегодня хотим с вами поговорить. Телефоны, напомним, прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните и пишите. И, как мне кажется, здесь ещё одна очень важная проблема, что настоящим патриотом в Латвии считается человек с националистическими взглядами. По крайней мере, есть такой стереотип, и это тоже, на мой взгляд, вообще не соответствует действительности, потому что патриотизм, как бы это может быть не казалось странно, к национализму, вот такому, кандовому, который есть у нас, вообще не имеет никакого отношения. Ну, это такой успешный политический инструмент, как мне кажется, потому что политики у нас на этом играют очень хорошо, и президент, например, тоже использует такие двусмысленные, наверное, риторику в отношении того, что значит патриот. Мы помним, как 9, вернее, после праздника 9 мая Гилс Левиц говорил о том, что те, кто ходят к памятнику, стоит задуматься, являются ли они патриотами Латвии или нет, поскольку в Европе этот праздник отмечается 8 мая. Мы говорили уже, ну, брали это за информационный повод в рамках нашего эфира, но вот сейчас в контексте, опять же, национализма и патриотизма хотим поговорить с вами о том, что для вас значат два эти понятия, можно ли их как-то совместить, и совместимы ли они вообще, и кто, кого можно считать не патриотом Латвии. Да, а кого можно считать патриотом, вы тоже можете называть своих кандидатов, желательно только не тех, которые сейчас баллотируются в Рижскую Думу, давайте обойдемся без политической агитации, вот кого вы считаете патриотом и не патриотом, есть ли у вас такие, такой список. Здравствуйте, как это зовут? Добрый день, Олег. Да, Олег. В общем, такая актуальная тема, прямо у нас в Латвии уже лет 30. Кстати, национализм и патриотизм, ну, я считаю, что это вообще разные вещи. Почему? Потому что в любой стране живут люди разных национальностей, да, то есть чисто мононациональные страны, ну, не знаю, есть они, наверное, может где-то есть, если все перебрать, да, это раз. А во-вторых, национализм у нас используется сугубо в политике, чтобы держаться на плаву. Вот уберите национализм, да, из наших правящих, и что получится? Получится пшик в политике, понимаете? А это постоянная риторика, 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 и вот 30 лет одно и то же, да. Я себя считаю в этом плане тоже националистом, только меня уже воспитали националисты вот нынешние, вот меня сделали националиста, так сказать, тоже, понимаете? Вот только с другой стороны, да. И это моментально прекратится, да, с моей личной стороны, как только у нас здесь нацменьшинство, начиная с ладгальцев, поляков, о левых я вообще не говорю, их, наверное, уже там раз-два и общался, да, и русских, да, и начнут замечать, понимаете? А пока нас не замечают в связи с такой политикой национализма в нашей стране, да, вот у нас такая будет жизнь, все, никаких, как говорится, проблем вроде как. Да, спасибо вам, Олег. Говорим мы сегодня о национализме и патриотизме, и вот как раз наш радиослушатель Олег признался в том, что он считает себя националистом, ну вот в своем понимании этого слова. Может ли, на ваш взгляд, уважаемые радиослушатели, национализм быть чем-то хорошим, может ли он стимулировать к чему-то доброму, а не дискриминировать, наоборот? Светлому и вечному, да. Да, и говорим мы сегодня и обсуждаем эту тему еще в контексте в Фейсбуке написали слушателей, наши зрители и серии, сколько вам платят за то, что вы не поднимаете эту тему. Эту тему мы, конечно, поднимали не раз, но вот решили воспользоваться этим информационным поводом для того, чтобы снова об этом в очередной раз поговорить. Да, видимо, нам заплатили, чтобы мы ее подняли. Да, здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Да, как вас? Как хотел бы высказать, Александр, я из Риги. Да, Александр. Знаете, слово национализм каждый человек, наверное, вкладывает в свое какое-то понимание, очень трудно прийти к консенсусу, хорошо это или плохо. Я спонюю, думаю, что какая-то национальная эгоцентричность, наверное, хорошо. Высказаться хочу по другому поводу, по поводу патриотизма. На мой взгляд, в Латвии среди политиков-патриотов нет, а есть они среди деятелей культуры. Вот, или Павловна, или, ну, даже Поп Харфли, тренер динамной, спорный Латвии, да? Вот, и множество артистов, официалистов, про ТВС и так далее. Они делают для Латвии гораздо больше, чем любой из наших политиков. Для той Латвии, которая есть фактически многонациональной. Ну, вот, все. Спасибо. Да, спасибо. Можно с вами согласиться, что люди искусства и науки, представляя Латвию, в том числе на международном уровне, конечно, они делают гораздо больше, не разделяют и властвуют, а как раз созидают, на мой взгляд. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вы зовут? Добрый день. Добрый. Георгий. Да, Георгий. Значит, примерно в таких случаях надо идти все-таки от этимологии слов, то есть происхождения и значения, смысл, что они несут. Национализм все-таки больше к национальности имеет отношение, а национальность определяется генами, в основном, и передающимися характеристиками через мать. То есть это скорее идет по матери. А патриотизм от патр, то есть от отца, если копать глубже, на что времени нет, то можно, наверное, сказать так, что национализм, скорее всего, это что-то такое, типа, детской болезни заразной, на пути к выздоровлению в виде осознания себя частью, единой частью с человечеством. Да, мы вас не отключали, уважаемые радиослушатели, куда-то все пропало, и телефон у нас перезагружается или что-то произошло? Нет, вот тут показывает, что у нас слушатель на линии. Да, вы вернулись. Алло? Да, да, мы вас слушаем теперь. Я слышу, да. Наверное, это будет гораздо ближе к истине. И еще один нюанс. Вот у нас есть такой памятник свободе. Говорят, памятник свободы, но у нас памятник свободе. Там написано «Тебзэмэй онбри вибай», то есть кому ничего, а кому. Да, отечеству и свободе. Занятное дело. Так вот там «Тебзэмэ», да, это, то есть, вот, отчизна, отчизна. Это не родина, это отчизна. И еще один такой маленький нюанс. Место, в котором ты родился. Отчизна – это место, которое далеко не всегда то, что сначала было чем-то. Отчизна – это иногда является продолжением некой экспансии. В худшем варианте видеть захватнички каких-то явлений. И тогда отчизна может ассоциироваться уже с чем-то другим. Вот такое мнение. Да, спасибо вам. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Да, здравствуйте. Хотел сказать, вот сорвался на звонок. Ну что ж, перезвоните нам. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Телефон у прямого эфира в нашей студии. Можете написать нам в WhatsApp-е 230-6191. Мы слушаем вас. Добрый день. Добрый. Как вас зовут? Нет, это Алексей. Да, Алексей. Ну, местный национализм какой-то убогий. Дело в том, что он направлен не для того, чтобы Латышем было хорошо, а для того, чтобы всем остальным было плохо. А у русских или русскоязычных нет национализма, как вы считаете? Не понял еще раз. Ну, вы сказали про латышей и латышский национализм. А у русских нет национализма? Есть. Ну вот, как он проявляется, есть ли разница? Да, я говорю про партии ЛННК и прочее и подобное. А патриотизм как отличается от национализма, на ваш взгляд? Еще раз. Как отличается патриотизм от национализма? Думали об этом? Ну, естественно, патриотизм – это для того, чтобы было добро и хорошо для всех жителей, для Родины, скажем так. А не только для отдельной группы населения. И потом, я считаю, что, когда называют русских национальным меньшинством, это не совсем верно. 40% русскоязычных – это не может считаться национальным меньшинством. Да, спасибо вам. Ну, вот у каждого просто свое понимание о том, что такое хорошо и что такое плохо. Если бы можно было так вот легко по-маяковскому распределить, что есть что. Ну, вот все просто сложнее, наверное, и больше слоев в этом. Да, ну, я соглашусь с вами. Я, например, тоже не люблю вот эту формулировку «национальное меньшинство». То есть нет, правда, достойного термина, который мог бы обозначить всех живущих в Латвии людей, потому что все мы составляем народ этой страны. Я бы не делил его по этнической составляющей, но политики у нас его делят, к сожалению. Это как раз проявление национализма, на мой взгляд, потому что если мы говорим о многонациональном контингенте, который живет в Латвии, то правильнее было бы все-таки относиться к нему как к многонациональному народу, а не к этнической составляющей. У нас, в общем-то, политический дискурс построен именно на этнической составляющей, то есть есть латышский народ и все остальные. И, честно говоря, вот это обозначение «нацменьшинство» или как-то другие там и так далее, в них есть что-то неправильное, на мой взгляд. То есть это какое-то некое разделение. Вот есть мы и они, они и мы, в зависимости от того, кому ты относишься. Но политикам это выгодно, безусловно, потому что разделяя властвую, в общем-то, классическая схема очень примитивная и в нашей стране тоже на примитивном уровне, но достаточно эффективно работающая. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Да, Ларис. Вы знаете, я вот не согласна с предыдущими, что национализм – это детство, это убогость. Национализм – это иногда очень нехорошее проявление. Например, национал-социализм, который был в Германии до окончания войны – это очень страшные вещи. А патриотизм, я считаю, это любовь к своей родине, к своему месту, где ты родился. Это беречь природу и всё. И вот смотрите, когда субботник бывает, выходят люди всех народов. То есть вот это и тоже одно из проявлений патриотизма. Спасибо. Спасибо. Ну, может быть, в национализме есть что-то хорошее? Давайте посмотрим и попытаемся посмотреть на это. С другой стороны, может быть, если мы говорим о позитивном национализме, не знаю, какое-то желание создать имидж определенной национальности, хороший имидж своими делами, в том числе подчеркнуть, что вот, не знаю, представитель такой-то национальности… Есть же, в конце концов, стереотипы, национальные стереотипы. Если мы говорим о латышах или о русских, или о кавказцах, или об арабах, то, в общем-то, очень часто всё идёт по пути такого упрощения, обобщения и создания стереотипов в отношении той или иной нации. И, может быть, обратная сторона национализма – попытка как-то создать более правильный, более позитивный имидж. Можно и с этой точки зрения порассуждать. Да, наверное, можно порассуждать, но не в ущерб другим. Это хорошая идея – создавать что-то, созидать и как-то, не знаю, заставлять гордиться своим народом, но в данном случае не разрушая что-то другое, чью-то другую свободу. Мы слушаем вас. Добрый день. Добрый. Как вы? По поводу… Нормандс, по поводу… Немножко шут, но, тем не менее, если не нравится нас меньшинств, тогда просто надо назвать «Нел ответ». И все. И баста. Да, но тоже странно, не латыш, да? Нет, нет, это я в чутку. Я не говорю, что это в чутку. Да-да-да. Мы попали как бы не за подню, а вот в ситуацию, когда ни туда, ни сюда с этим обозначением, потому что Латвия как бы и, ну, предполагает, что строится как национальное, как государство, не просто много национальное. И тут и есть сама проблема, потому что если бы было бы как Латгали, есть Латгал… Латгалец и… То есть на латышском будет так. Латгалец – это национальный, то есть тот, который родился в Латгалии. А Латгалец – это тот, который живет в этой местности. Это как Латгал и Латгалец, да, получается, что такое? Латгалец – он Латгалец. Так и есть, например, Россия, например, хорошо, Россия – россиянин, это как бы ты принадлежишь в этой стране. Америка – американец. Там нет вот, типа, национальность американец. Это общество. Ну, то есть то, что ты принадлежишь, это и как бы государство. Ну да, там у них американец, там русского происхождения, американец, там французского и так далее. А в Латвии, например, было слово «есть Латвиец» – это национальность. А Латвиец было бы хорошо, если бы это не было уже тоже привязано к национальности. Ну, она так и есть. Это не противоречит, ну, как исторически, но так и сложилось. Если было бы вот какое-то зло, которое обозначало всех, тогда у нас на порядок было бы меньше даже на этом поприще проблем. Потому что оно все начинается с маленького, и это нельзя, и начинается раздвоение, и плюс еще политика, и начинается межусобица. Ну, так, плохо, конечно, все это так. Спасибо вам. Спасибо вам, но в свое время президент, или даже не президент, а скорее Дмитрий Трофимов тогда предложил формулировку, вернее, слово «лиц» для русских, проживающих в Латвии. Ну, и не только для русских, там, для всех, кто не относится к латышской нации. Не знаю, да, я согласен с вами, Норманс, у нас нет, в латышском языке, наверное, нет такого аналога слова «русский россиянин», потому что русский – это этническая россиянина, это принадлежность ко всему народу, в русском языке – это латвиец, но в латышском оно не имеет такого значения, как в русском языке, и отсюда, наверное, возникают некие противоречия, и по терминам до сих пор как-то не получается договориться. Ну, кстати, вот пишет на Молдис, перевожу сразу с латышского, уважаемые ведущие радио, вы путаете национализм с шовинизмом, в национализме нет ничего плохого, в Латвии только одна нация равно один народ, в Латвии только, ну да, вот он еще раз повторяет, только одна нация равно народ, в Латвии 24% русских, а не 40, улдис. Ну, 37% тех людей, которые считают русский язык родным, у нас есть деление на тех, кто говорит на латышском и на русском, конечно, среди тех 37% не только русских, вообще чистокровных, наверное, не бывает, там, в общем-то, ну, кто считает себя русским, кто считает себя белорусом, кто считает себя представителем другой национальности, но язык, его первый и основной язык – это русский, соответственно, вот таким образом это и подсчитывают. Много у нас звонков, примем еще, здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Александр. Да, Александр. Ну, как-то периодически эта тема поднимается, уже довольно избитая. Ну, нас обвинили в том, что нам платят, чтобы мы ее замалчивали, мы решили все-таки не замалчивать. Я как раз об этом хотел сказать, что как вот только жареным запахнет, то в рамках общественного заказа власти, имущие, так сказать, они эту тему подкидывают нам. Вы считаете, что мы это делаем сейчас в рамках общественного заказа, да? Я не знаю. Я высказываю только свое предположение, которое я, так сказать, эту закономерность заметил. Вот, кроме того, вы можете со мной не соглашаться, это ваше дело, но я это дело, так сказать, слежу и не только за вами. А вот, например, как высказываются представители власти или крупного капитала, вот они эту тему очень четко держат. Недавно, например, приведу пример, как высказывается по этому вопросу Владимир Владимирович Путин буквально недавно. Вот он ввел термин такой «квасной патриотизм». Вам не кажется это странно? И потом он говорит, что кроме квасного патриотизма есть еще настоящий патриотизм и есть еще патриотизм, который будет в будущем, до которого я вообще-то не доживу. А вот мне вдалбляет в голову этот патриотизм, на который я должен ориентироваться. То есть вы представляете, как морочат голову людям, и что главное, так сказать, что вот простой народ, с которым я общаюсь, практически никто не поднимает этот вопрос. А вот власть имущие и представители крупного капитала, которым есть что терять, и они чувствуют, как обстановка, так сказать, под ними шатаются стулья. Вот они этот вопрос вбрасывают и морочат людям голову, и все, так сказать, ведутся на это. Вот я хотел бы, чтобы все подумали об этом. Спасибо. Да, спасибо вам, Александр. Кстати, ваш любимец, скажем так, тот, кому вы симпатизируете, лидер движения «За новый социализм» Николай Платошкин тоже использует термин «квасной патриотизм». Он у нас в эфире так говорил, по крайней мере. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Слушаем вас. Здравствуйте, Алексей. Да, Алексей. Знаете, действительно нужно определить все-таки терминологию. Появляются как бы три основных термина – национализм, патриотизм и шовинизм. Каждый имеет определенную коннотацию, причем именно национализм – это практически синоним шовинизма. Вы послушайте, латышская часть аудитории в основном, как только русские начинают поднимать вопросы аналогичные с тех же позиций, с какой, скажем, разговаривает латышская вису Латвии и другие националисты, да, они тут же русских называют шовинистами, да, хотя тот же самый националист, только русский, да, по их мнению. А национализм изначально все-таки имел немножко, наверное, если вы говорите что-то хорошее, другую коннотацию, да, все-таки что-то полезное для своей нации, национальности, да. А в число полезностей, например, входит не нагнетание обстановки, не нагнетание межнациональной розни, вот только что тот же наш великий президент 9 мая высказался, чем что хорошего этим высказыванием он даже для латышей сделал. Он создал определенную очередную капельку напряженности в обществе, что даже для латышей нехорошо, для страны нехорошо. То есть патриотизм, любовь к родине все-таки подразумевает того, что нужно делать пользу для родины, а разводить латышскую и русскую часть одного, считая, населения одной страны, это и есть вред для тех же латышей в том числе. Так что нужно определяться из терминологии и думать вообще, что делать, особенно спешам. Они здесь, не только они, к сожалению, как им хотелось бы, живут, да, живут еще и достаточно большое количество людей русских, русско-думающих, русско-говорящих, как сейчас любят говорить. А мир и согласие между двумя общинами, это идет на пользу всем, и им тоже спасибо. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Александр. Да, Александр. Не знаю, мне кажется все-таки, что любой национализм, так показала история, заканчивается печами Асвентома. Плохо это или хорошо, Нюрмек уже сказал. А патриотизм, по-моему, это просто желание и действие, соответственно, чтобы всем людям, живущим в стране, в которой ты живешь, было хорошо. Вот, в первую очередь. Вот и, наверное, все. А национализм, он всегда станет нацизмом и во ужин. По-моему, так. Да, спасибо вам за ваше мнение. Сделаем сейчас небольшой перерыв, потом мы вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами. Программа подготовлена совместно с Неппл в рамках общественного заказа. Говорим о патриотизме и национализме. Пытаемся найти что-то хорошее в национализме. Можно ли там найти что-то хорошее? Вот на эту тему мы предлагаем вам сегодня порассуждать. И много у нас звонков. Да, будем принимать. Здравствуйте. Слушаем вас. Вас зовут. Извините, пожалуйста, маленькое замечание. Анна, я очень рад, что вы так быстро среагировали так и вспомнили Платошкина. Но вот на этот раз вы, к сожалению, ошиблись. Почему? Он нас в эфире-то говорил. Я сейчас скажу. А Платошкин как раз говорил о квасном патриотизме в контексте критики, высказанной Владимира Владимировича Путина. Проверьте, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Я просто говорила о том, что он употребляет тоже эту формулировку. Видимо, за Путиным. Но критикуя Путина. Возможно, так и есть. Слушаем вас. Добрый день еще раз. Забыл еще одну мысль. Вот мне пришла в голову. Извиняюсь, что второй раз позвонил. Вот обратите внимание, вот что Россия, русские, россияне, что Латвия, латыши и так далее. А вот возьмите Францию. Люди, живущие во Франции, французы. Спросите любого. Ты кто? Он скажет, я француз. Вот это, мне кажется, патриотизм. То есть ты живешь в стране, ты являешься жителем страны, и ты патриот, ты являешься французом. Вот надо, мне кажется, уходить от того, что русские, латыши, переходить к латвийцам. Да, но француз – это ведь тоже этническое. Если вы, например, будете латышом русского происхождения, вас удовлетворит вот такая формулировка? Я бы хотел быть латвийцем. Ну вот, мне кажется... Я думаю, в Латвии. Да, я понимаю, о чем вы говорите. Мне кажется, что француз все-таки здесь тоже интересный нюанс. Вот там, мне кажется, вот даже я сейчас пытаюсь найти какое-то слово, которое снизило бы эту этническую нагрузку. Француз, да, вот какое придумать? Французоговорящий, франкофонный есть, например. Гражданин Франции. Да, гражданин Франции. А если не гражданин Франции? Тогда не гражданин Франции. Да, здравствуйте. Слушаем вас. Как вас зовут? Алло. Да, как вас зовут? Кто такие латыши? Ливы говорят, что они ближе к финнам, чем к латышам. Рынгалы говорят, что они ближе к литовцам, чем к латышам. Ладдальцы говорят, что они вообще ничего общего с латышами не имеют. Кто такие латыши? Получается, что это курсы. Ну, я не совсем понял, к чему вот сейчас был ваш комментарий. Это народ, это этническая группа. И там кто что говорит, там, ну, тут можно много спекулировать. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый, Константин. Да, Константин. Тут не надо ничего изобретать. Берем первоисточник и читаем, что патриотизм – это любовь к своему отечеству и забота о принесении ему пользы. Что прямо противовлечит национализму в любой его форме, который обязательно разделяет население на несколько наций и пытается дать предпочтение привилегии какой-то одной. Что, безусловно, как уже говорили передо мной, несет вред отечеству. То есть патриотизм и национализм несовместимы по своей идеологии. Поэтому националистов категорически нельзя назвать патриотами, потому что их заботит только нация своя, а не отечество в целом. Что нет ни одной страны в мире, где жила бы только одна нация. То есть же Франции мы знаем, да, много кто живет, а сейчас так вообще, тем более после всей этой эмиграции. К тому же кто такой француз? Ну и опять же, Франция называется Франция, и в русском языке она никак не склоняется, поэтому они французы. А Латвия и Латыш – это два разных слова, которые могут в русском языке применяться в разном контексте. Поэтому тут параллели не совсем верны между названиями латышей и французов. И быть латышом – это не значит жить в Латвии. Латыш – это принадлежность к нации конкретно. А про латгалов я могу вам так сказать, что если я в Латгале много работал, доходило до конфликтов. Когда ты латгальца называешь латышом, то можно и в того свободно. Лично на себе испытал почти. Спасибо. Да, спасибо. Ну, вы сказали, что патриотизм – это желание приносить пользу своей родине, заботиться и так далее. Это тоже очень субъективно все, и тоже непонятно, что есть хорошо, что забота, а что зло. Потому что можно по вашей логике привести слова Левица, когда он сказал, что те, кто ходят к памятнику, не патриоты. Вот он считает, что пользу Латвии приносит, возможно, отсутствие большого количества людей у памятника 9 мая. Это его позиция, и он думает, что в этом польза для страны. В данном случае здесь все вот так вот тонко и субъективно, мне кажется. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Да. Вот латыш сразу берем в кавычки. Почему? Такое маленькое население, оно тут, знаете, перемешано вот сразу. Юта Стреки – папа, латышка такая, да, земля эпохом. Папа русский. Маргарита Вилсона – папа русский. Родриго Фоминц – папа русский. И продолжать можно дальше. Следующее крыло. Папа, бабушка поляки. Следующее крыло. Там немцы замешаны, размешаны. Белорусы. Вот Райнис – такой звезда. Латыш, он белорус. Но они все патриоты своей страны. Вот патриоты. Например, столько народа в России, такое давали развитие России, да. Но мы же не говорим «татарин», да. Сколько их татар там было. А мы говорим «Россия», и мы даже не знаем и не помним их национальность. Они были патриоты страны. Да, спасибо. Спасибо, но это вы, может быть, не помните. А я, например, училась в классе вместе с татарином, и мы, ну, конечно, не обращались к ним. Так, по национальности. Но понимали, что он татарин. В данном случае он тоже гордился этим. И мне кажется, что имперскость такая в ваших словах, в отношении латышей, которых вы берете в кавычки, это тоже проявление в какой-то степени национализма. Ну, это вообще, мы не помним людей других национальностей. Это вот некое подавление. А люди, кстати, которые представляют небольшие или относительно небольшие народы, они как раз очень трепетно относятся к этому вопросу. Именно по причине того, что часто психологии представителей больших и малых народов, они отличаются. Потому что даже если просто это объяснить, для большого народа не существует угроза выживания языка, культуры и так далее. Потому что понимаешь, что это огромное количество носителей этой культуры, этого языка и так далее. А для малых народов это проблема актуальна и на психологическом уровне. И, соответственно, когда мы говорим вот с категорией вот такого великорусского шовинизма, да мы вообще не знаем, какие националисты, потому что это неважно. Мы же большие. И они все, значит, вот там... Это, мне кажется, тоже проявление как раз такой неправильной политики. Это значит, ну, есть какие-то, но они что-то копошатся, но... В кавычки возьмем. Да, и возьмем в кавычки. Поэтому вот в этом смысле я с вами не соглашусь. Просто так вот, ну, берешь и сразу всех записываешь. Ну, где-то что-то делают. Да мы их так не называем. Да они и сами не помнят, кто они такие. Да они помнят. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Сергей, меня зовут. Слушаемся. Вы знаете, все эти термины, политологические, исторические и так далее, они несколько расплывчатые. Это все-таки, к сожалению, не математика. Вот, и поэтому, в принципе, политики, да и просто люди трактуют их так, как им ближе. Иногда на интуитивном уровне, иногда специально используют ту или иную трактовку. Но это касается больше политиков, для того, так, как им это выгодно. Вот, поэтому тут к единому консенсусу. К консенсусу мы никогда не придем, пока не будут с математической точностью облина терминология. Вот, ну, а что касается, как правильно, кто как себя называет, латышом, русским, татарином, латгальцем и так далее, может быть, оставить это на усмотрение людей, потому что, например, тот же левец, называя себя латышом, хотя он наполовину еврей, там какие-то евреи называются русские, хотя они по национальности евреи латгальцы могут называть себя латгальцами, могут называть себя латышами. Это как им нравится? Да, спасибо вам. Это мировоззренческий вопрос, мне кажется. В общем-то, ты тот, кем ты себя ощущаешь. И мне кажется, когда вот этот идет поиск по чистоте крови, это тоже такая неправильная история. В конце концов, от наших культурных кодов, от нашего мировоззрения, от нашего, не знаю, в конце концов, погружения в культурную среду, какая культура для нас является доминирующей или основной, то есть воспитанной на латышской культуре, на русской культуре. Можно совмещать, но все равно плюс-минус обычно получается, что какая-то становится главной такой доминирующей культурой, которая, в общем, в какой-то степени определяет и мировоззрение. Как и язык. Но человек может чувствовать себя тем, кем он чувствует. Мне кажется, что как раз вопрос национальности – это очень открытый вопрос. Да, но у нас вот был в эфире один вьетнамец, который довольно известен в Латвии. Он нарисовал комикс «Лачплассис». И он как раз в эфире у нас сказал, в программе у коллег, сказал о том, что он чувствует себя латвийцем и относит себя именно к латышской культуре. Отказался он от вьетнамского гражданства даже, хотя продолжает посещать свою страну, скажем так, первую родину, как он, может быть, ее считает. И он еще так интересно выразился, он очень трепетно относится к латышской культуре и вообще к латышскому народу, к Латвии. Он сказал, что латыши как бриллианты. Если бы их было много, то они потеряли бы, наверное, свою ценность. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, второй раз, Норманд. Дело в том, что, как бы там ни было, проблемы межнациональные надо решать, но не должно быть политической дедовщины, это во-первых. А второй момент, скажу так, русскоязычным, которые, как бы, не по своей воле должны решить те вопросы, которые должны были у круглого стола в 90-е годы решаться, ну, имеется в виду, общины должны были прийти и сесть и договориться, как дальше будем жить, то они должны понять латышей в том, что латыши не хотят быть, как в Японии, а остров Окинава, там тоже были этнические, как бы, нации, да, и их больше нету. Это даже, вот, там, как бы, близкие, как бы, времена уже их, как бы, умножили на ноль, поэтому этот тоже момент надо понять, но решение, как бы, языков на Латвии надо уже решить, на самом деле, политически, потому что между собой, ну, не должны люди, как бы, драться, можно сказать. Да, спасибо вам, Норманд. Вот еще звонок, ну, здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Добрый день. Аркадий здесь. Да, Аркадий. Я вообще, когда слушаю интерактивно радиоболтком, такая веселуха, я вспоминаю, я надеюсь, вы видели этот фильм «День радио». Да, «День радио», конечно. Там нелестно высказывается о звонящих, но это не к нашим звонящим. Наши звонящие всегда, большинство, очень умные и правильные люди. Я хочу про другое сказать. А давайте абстрагируемся от определений, вообще от всех, и вспомним древнюю и хорошую истину «разделяй и властвуй». Так вот, пока власть придержащие будут придерживаться этого принципа, вот мы будем постоянно вести и обсасывать вот эти разговоры о национализме, о национальностях, о патриотизме. Представьте себе на секундочку, что власть придержащие будут проводить другую политику, политику объединения национальностей. И что будет? Через какое-то время действительно национальности объединятся и поймут, кто ими руководит, и власть придержащие при очередных выборах получат под зад коленкой. Вот и все. Поэтому принцип государства нашего, по крайней мере, разделяя властвуй, поэтому мы вот периодически возвращаемся вот к этой теме. Да, спасибо вам. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Вот я хочу немножко, вы неправильно поняли мое высказывание. В кавычках я сказала латыш. Это о чистоте крови голубизне, да, что сейчас латыши стараются там выдвигать. У меня зять один, у него бабушка татарка, отец таджик. Внук вот мой, значит, теперь я полька. И все это замешано. Там русские, и к тому же, к тому же, да, я только о чистоте крови говорю, что здесь не может быть этой чистоты такой латышскости, да. Да, спасибо вам. Вот пишет нам Игорь, здравствуйте, вы все про национализм, а как насчет русского шовинизма? Игорь, да и мы про русский шовинизм, вы можете написать в ваш комментарий, что вы об этом думаете. Мы зачитаем его в эфире. Как раз здесь мы не делим, на самом деле, никак никого по национальности, потому что, мне кажется, эта проблема, в общем-то, присутствует в равной степени или там пропорционально равной степени практически во всех, кто здесь живет. Еще звонок. Да, мы слышим вас. Как вас зовут? Добрый день. Добрый. Меня Юрий зовут. Да, Юрий. Ну вот, я по поводу сначала национализма, да. Вообще-то я считаю, что это идеология. И хорошая она или плохая, достаточно посмотреть, в общем-то, в глупые истории, и можно определить, чем заканчивались национальные идеи. Вот и будет ответ. Наверное, ничего хорошего от национальных идей не было. А вот патриотизм – это несколько другое. Я подумал, что когда мы впервые узнаем о патриотизме, и мы же узнаем не просто о патриотизме, а в купе еще с одним словом, когда нам говорят «ты должен», и никак иначе. Как только мы узнали, что ты патриот и ты должен, поэтому понятно, что это манипуляция. И та манипуляция, которая, в общем-то, применяется всегда в любом государстве для того, чтобы направить массы в нужное направление. Да, спасибо. Вам еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Сергей. Да, Сергей. Я, как сказать, хотел один результат. На «Малконе-4» была передача. После «Страна-Лива» какого-то юбилея, там были праздники в Сирии, в России, в Эстонии и Венгрии. И там результаты не сказали. Значит, сейчас последний носитель английского языка умер. Вот. И это сейчас, так сказать, «Милы» ассимилировали. Вот результат национализма. Это же тетло из Градио. Спасибо вам. Ну, наверное, все-таки, когда остается очень мало носителей, то, в общем-то, ассимиляция происходит. Это неизбежный процесс, потому что просто вы не можете коммуницировать, по большей части. Но, кстати, те «Ливы», которые были живы, они, в общем-то, старались поддерживать свой язык, как-то общаться даже между собой. Хотя носителей было очень мало. Еще звонок. Здравствуйте. Как вас зовут? Добрый вечер. Добрый. Вы знаете, я на вопрос национализма, шовинизма и так далее. А вы понимаете, вот такое понятие «русский» – это ведь даже не совсем национальный, потому что русский отвечает на… Вот немец, француз, американец и так далее – это кто? А русский – это отвечает на вопрос «какой?». Ну, прилагательное «русский» – единственное, если говорить про определение. Да-да-да-да-да. Это какое? Это и калмык, и так далее это может быть. Просто нестердно считают русскими. Вот это я и хочу сказать насчет… Да, спасибо. Но все-таки русский – это этничность скорее. Понятно, я понимаю, о чем вы говорите, но, в большом счете, под русский мы подразумеваем именно этническую составляющую. Здравствуйте. Как вас зовут? Константин, коротко Норманду хочу задать вопрос. Понятно, что с латышкой нацией беда, именно как мы говорим о латышской культуре, да, она вымирает, носители разбегаются, дети уезжают. У меня вопрос, почему латышское общество, вот латышская часть, требует от нас, от русского общества, заботы о сохранении их нации и культуры? Вот это я никак понять не могу. Да, спасибо. Но я бы вот не использовал эти термины, там, беда, все-таки можно так про любого сказать, да, и там, в общем-то, Россия тоже испытывает демографические проблемы, понятно, что там просто больше людей. И, в общем-то, русская культура, если уж так подходить, она была, например, в тех же школах, в школах нацменьшинств России тоже обязательна. Поэтому такой сложный вопрос, нужно ли, например, стране, в которой ты живешь, развивать и, скажем так, я не знаю, можно ли сказать навязывать, возможно, в случае Латвии и навязывать тоже. Это такой вариант именно в каких-то моментах языка, культуру, как некая абсолютная ценность для других народов. Но это распространенная практика на самом деле, не только в Латвии, это распространено. В России тоже русский язык обязательный. Есть там, правда, национальная школа, но, тем не менее, без русского языка в России тоже очень сложно сделать, например, карьеру или что-то еще. Да, но у нас национализм действительно завязан, так или иначе, на вопросе языковом. Можно вспомнить историю с депутатом Сейма от Национального объединения Эдвардом Шноры, который возмутился работой бота Анетты, и потому что она перешла с ним на русский язык. И в целом, ну, это информационный повод в любом случае. Это депутат, который об этом не с трибуны заявляет, но в своем твиттере пишет и так или иначе влияет на умы, в том числе своего электората и, может быть, других людей. Да, но можно найти всегда в любой стране, в любом Сейме, в любом парламенте, можно найти такого товарища, который будет искать, выискивать и потом радостно этим всем наслаждаться, потому что понятно, что тот же бот Анетта, которая там вдруг стала Аней, вот, это она разговаривает на трех языках. Наверное, что-то пошло не так. Вообще, когда начинаются вот эти депутаты, типа Домбровы, там, Есланекс и так далее, они находят где-то какую-то русскую надпись, делают из этого твит, собирают свою паству, и начинается вот это вот бесконечно. Они вот эти, как бы, они приходят своими мальчиками, потом они взрослеют, потом они стареют, и вот все это происходит, и ты видишь одно и то же, одно и то же. Вот они ищут это, потом это раскручивают, там, сейчас в социальных сетях, и с упоением наслаждаются, что они где-то нашли эту надпись на русском языке, и вот, шейтер Латвия, как же так, здесь нельзя, чтобы там, и так далее, и тому подобное. Ну, это маразм, мне кажется, это комплексы конкретных людей, которые пытаются на этом как-то пропиариться, с одной стороны. С другой стороны, я вижу, что они искренне пытаются получить от этого удовольствие, да, вот ты вдруг становишься таким важным, да, ты нашел какую-то там русскую бабушку, которая продавала цветы, и не смогла ответить на латышском, давайте сделаем из этого пост. Ну, собственно, снять видео, да. Да, снимем пост, и расскажем, какие мы правильные, хорошие, и так далее. Ну, это говорит о слабости, а не силе, на мой взгляд, потому что вот, когда они используют это в качестве какого-то пиара, ну, это показывает только их ущербность. Я считаю, что, конечно, это очень сложная тема, все не черно-бело, как всегда в этом мире. Мы будем к ней возвращаться, потому что нас тут обвинили, что мы замалчиваем такие темы, потому что нам платят. Мы специально, в общем-то, сделали эту тему, чтобы показать, что мы ее не замалчиваем, хотя нас уже обвинили в том, что мы поднимаем такие темы, потому что нам за это платят. Ну что ж, пусть будет так. Еще что, успеем принять? Успеем принять последний звонок, да, слушаем вас. Здравствуйте. Я бы вообще направление разговора направил бы к теме, которая вообще была высказана очень давно, и всем патриотам было бы интересно, что патриотизм – это есть последнее прибежище негодяев. Ну, понятно, это классическая формулировка. Не знаю, я с ней не очень согласен. Опять же, такое сведение всего, такого некого черно-белого спектра, патриот не обязательно негодяй, просто часто под ширмой патриотизма, под какими-то словами, когда человек сильно себя бьет в грудь и говорит, что он патриот, вот тогда это вызывает вопрос, как в песне у Алексея Кортнева «Группа несчастных случаев». А что касается патриотизма или какого-то действительно хорошего, доброго отношения к своей стране, мне кажется, ничего плохого в этом нет, и не обязательно под патриотом, под любым патриотом, или человеком, который считает себя патриотом, скрывается какой-то негодяй. Я не люблю эти термины, честно скажу, не люблю все эти ярлыки, как с позитивной, так и с негативной какой-то окраской, потому что, мне кажется, это все упрощает. И что такое чистый патриотизм? И то, что я, например, живу здесь, плачу налоги, просто хорошо отношусь и законодательству, не нарушаю законы, делает это из меня патриот, или нужно для этого что-то кричать? Ну, я надеюсь, что какую-то пользу я приношу тем, что я здесь работаю? Ну, мне хочется в это верить, по крайней мере. Но это прикрываться то, что ты какой-то особый патриот или не патриот, наоборот, мне кажется, тоже неправильно. Ну, я думаю, что в любом случае патриотизм не раскалывает общество, а работает над его созиданием. Будем заканчивать уже наш эфир. Спасибо вам, что вы были с нами на протяжении часа. Программа подготовлена совместно с НЭПО в рамках общественного заказа. Всего вам доброго и хороших выходных.